Павел, это белорусский сустав? Совершенно верно. Это первый белорусский отечественный эндопротез коленного сустава. Неужели придет время, когда человечество научится делать любой сустав искусственный? Или это из разряда фантастики? Эндопротезирование крупных и мелких суставов – это уже не фантастика. Ежегодно в мире проводится более двух операций по эндопротезированию как крупных колена, тазобедренный сустав, так и мелких на кисть и стопу. Павел Лущик, кандидат технических наук. Автор более 100 научных работ, в том числе в области технологии изготовления и анализа биосовместимости хирургических имплантатов. Эндопротез коленного сустава придумывали с нуля или все-таки подсмотрели где-то идею? История эндопротезирования суставов насчитывает уже более 100 лет. И, конечно, к моменту начала нашей разработки у нас были хорошие референсы. В мире уже имелись различные конструкции и виды эндопротезов коленного сустава. Эндопротез коленного сустава состоит из трех частей. Тибиальный компонент – он устанавливается на большеберцовую кость. Ставка из высокомолекулярного компонента, так называемая прокладка, и подвижная часть сустава, феморальный компонент, идет на берцовую кость. Повторить три компонента большого труда не составляет. Но необходимо придумать отличия и улучшение, оптимизацию самой конструкции для того, чтобы улучшить жизнь пациента, удобство работы врача при эндопротезировании и многое-многое другое. Поэтому, конечно, основа была взята из уже имеющихся данных. Оптимизация и улучшения велись на основании общения с врачами и инженерного и научного опыта, которые есть в университете и технопарке. Ну что своего там белорусского в этом эндопротезе? Конструкция самой феморальной части отличается от имеющихся аналогов мировых. У нас оптимизировано пятно контакта поверхности. Оно меньше как-то, да? Нет, оно более оптимально для того, чтобы увеличить срок службы эндопротеза, продлить срок службы и, соответственно, снизить дискомфорт пациента при использовании. Но у вас там еще и уникальное какое-то покрытие, я знаю, да? Это следующий наш этап разработки. Сейчас мы зарегистрировали без покрытия. Покрытие мы сейчас работаем с керамическими покрытиями, с углеродными покрытиями и в том числе с модифицированием полиэтиленовых вставок, которые служат тоже парой трения. А что послужило именно толчком для того, чтобы этот эндопротез создать в Беларуси? В Беларуси до прошлого года не было ни одного производителя эндопротезов коленного сустава. Все покупали за границей? Все покупали за границей. И, конечно же, потребность ежегодно от 2 до 3 тысяч эндопротезирований. Сейчас она с каждым годом растет. И я думаю, что в ближайшие годы достигнет 5 тысяч операций в год. Эндопротез белорусы ждали почти 10 лет. Все это время инженеры разрабатывали форму, структуру протеза. Новинка проходила тестирование. Это делали на пластиковых конструкциях. Затем перешли на кобальт-хром. Потом уже идут более серьезные испытания, которые регламентируются стандартами. Идут приемочные испытания центра экспертиз. Идут испытания на неживых моделях. И после всех уже длительного пути испытаний технических, сангигиенических, нас уже допускают до клинических испытаний на людях. Еще одна сложность, с которой столкнулись ученые – поверхность сустава. Она должна быть зеркально гладкой и выдерживать колоссальные нагрузки. Также дополнительно разработано керамическое покрытие металлических компонентов эндопротеза. Которая более износоустойчива и обладает большей биосовместимостью. Это шлифовка. После этого еще вторая стадия шлифовки. После этого идет полировка до зеркального блеска. Это пирамические материалы. С вашего позволения я не буду раскрывать составы компаунда, в чем полируем, потому что промышленный шпионаж, он везде присутствует. В лаборатории не только делают суставы, но и тестируют на прочность. На этой установке один протез проверяют два месяца. За пять миллионов циклов его сгибают, нагружают весом и моделируют прыжки. Мы превышаем аналоги импортные по качеству полирования поверхностей. Кроме того, мы не останавливаемся и работаем дальше. Сейчас идет работа по разработке новых покрытий, чтобы увеличить срок службы и износ самих частей протеза. Ученые продолжают совершенствовать поверхность протеза. И уже сейчас находятся в шаге от создания новой прорывной технологии. У нас в программе есть игра, она называется «Правда или неправда?». Я сдаю вам вопрос, бросаю мяч, вы ловите, отвечаете и возвращаете мне его обратно. Давайте поиграем. Давайте. Итак, правда ли, что эндопротез первый испытывали на животных? Нет, неправда. К сожалению, физиология человека и животного отлична. Поэтому доклинические испытания необходимо проводить на биологическом материале. Правда ли, что по заказу пациента вы можете изготовить коленные суставы, ну, хоть и с золотом, например? Отчасти правда. Теоретически отлить заготовку из золота и изготовить в дальнейшем эндопротез можно из любого металла. Но он будет мало того, что в два раза тяжелее и причиняет дискомфорт пациенту. На вес золота? Да, он будет на вес золота и по стоимости, как золото. Поэтому частично правда. Правда ли, что вы сделали коленный сустав, который можно установить ребенку? Мы сейчас выпускаем коленный сустав шести типоразмеров. От третьего до тринадцатого. С разным размером. То есть теоретически поставить довольно-таки взрослому ребенку самый маленький эндопротез допускается. Но эндопротезирование в детском возрасте, особенно в младшем возрасте, должно учитывать в дальнейшем рост кости вместе с ростом ребенка. И такие эндопротезы, они, как правило, должны либо предусматривать наличие телескопических устройств в себе, либо иметь конструкцию, позволяющую проводить частые ревизионные операции, частые операционные вмешательства по ревизии эндопротеза постепенно с ростом ребенка. Поэтому в 15-17 лет, да, это допускается по типоразмерному ряду. Но с точки зрения более младшего возраста, такие протезы существуют в мире, но пока что мы к этому стремимся. А правда ли, что можно попросить у хирурга и после операции стать немножко выше, после установки протеза? Я не буду вводить вас в заблуждение, это вопрос, наверное, к хирургу. Но это хорошая мысль. Как вот проходили уже сами испытания? Понимаю, можно разработать, технически видеть, как он должен быть устроен и так далее. Но испытание нужно же понять, он работает, удобен, неудобен и так далее. Пока идет сама разработка, производитель производит целый комплекс внутренних испытаний каждого полученного образца. От экспериментального до того, который можно уже показать врачам. Дальше начинается процесс регистрации. Когда врачи одобряют, что да, вот это можно пробовать, устанавливать людям, начинается процесс регистрации изделия. И регистрация изделия подразумевает всеобъемлющий комплекс проведения испытаний. Это технические испытания, это санитарно-гигиенические, токсикологические проверка стерильности, проверка оперогенности изделия. Это доклинические испытания на биологическом материалам. И только после этого дается разрешение на проведение клинических испытаний. Я знаю, у вас на производстве стоит оборудование, уникальное для Беларуси, где можно и нагрузки всевозможные делать, и там до 5 миллионов циклов проходят. Совершенно верно. Любой производитель должен подтверждать, что эндопротез выработает свой ресурс, и за этот ресурс не выйдет из строя, не сломается, не произойдет повышенный износ. Поэтому да, и в технопарке есть единственная в Беларуси аккредитованная лаборатория на проведение такого вида испытаний, и она аккредитована на 5 стран. Ноябрь 2022 года. На операционном столе Надежда Торлецкая. Первый в истории Беларуси пациент, которому устанавливают эндопротез. Надежда ждала коленный сустав год. Практически не ходила. Все это время женщину мучили сильные боли. Экспериментальная операция не испугала пациентку. Никак не могла расшиться. С палочкой ходила. Но потом буду разговаривать с врачом, как там будет дальше. Пациентка уже на третий день после операции встала. Неделя в больнице и домой. 2023 год Надежда Торлецкая провела под наблюдением врачей. Сегодняшний день разработка отечественной эндопротезы коленного сустава завершена. Подверглись небольшим изменениям. В основном только комплектация эндопротеза и типоразмеры, которые наиболее необходимы для использования в дальнейшей практике. Год уже прошел. Есть ли какие-то предложения от пациента или замечания? Общаетесь ли вы с ним? Мы общаемся только через врачей, дабы не докучать пациентам. Но по моей информации, насколько я знаю, что планируется и вторую ногу тоже оперировать. Над чем сейчас работаете? Стоит ли нам в ближайшее время ждать эндоскелет для человека или для биоробота? Ну, с точки зрения эндоскелета или вообще какие-то изделия по остеосинтезу или ортопедии, мы, в принципе, сейчас производим порядка двухсот наименований различных изделий. Биороботов от нас ждать не стоит, но в ближайшее время мы планируем работать над другими модификациями коленного сустава, потому что есть и ревизионные суставы, и суставы без сохранения крестообразной связки. И они тоже востребованы в нашей стране. Мы пока что их не производим и планируем производить в ближайшее время. Также мы по заданию Министерства здравоохранения организуем производство эндопротазов тазобедренного сустава и со следующего года планируем начать уже серийное производство. Сейчас заканчиваем его регистрацию. Спасибо вам большое, Павел Евгеньевич. Редактор субтитров А.Семкин